всем привет подключаем воду в нашу цепочку для черенкования собираем схему туманообразования и я расскажу какие вот основные тут ошибки я вот допустил несколько лет назад при монтаже системы туманообразования там еще толком ничего не знал поэтому несколько ошибок я допустил вот видите вот такие вот были системы от общей магистрали вот состояла она такой коннектор в полиэтилен трубу подключался антикапельник и сами форсунки туманообразующие вот такая вот система и какие тут минусы получается уже в своем прошлом видео рассказывал что вот эти коннекторы которые цилиндрической формы нью-йоршкам с них иногда слетают вот эти шланги когда усыхаются это первое второе то что когда покупал антикапельники есть два вида правильные так скажем и неправильный вот первый раз я купил в комплекте с туманообразующими форсунками неправильный антикапельник почему он неправильный потому что вот стрелка направление движения показать на вниз то есть он должен стоять вот таким образом никак то есть не коннектилась сначала я пробовал что так это но он не открывался под давлением воды то есть он нужно чтобы стоял вот так причем они шли в комплекте китайцы мне прислали поэтому делал вот такой вот переходник а это также ну такой не очень место надежное тоже может слетать вот что приходилось мне делать потом я уже заказал так скажем правильные антикапельники видите стрелочка показывает на вниз и подключается он таким образом очень плотненько сюда заходит вот сразу собранном виде это первое второе здесь такой ёршик стоит поэтому он не будет так спадать со шланга здесь мы видим сюда надо вставлять вот такой переходник то есть чтобы на шланг переходить то есть очень много лишнего вот и что еще останется это я поменяю вот эти антикапельники более надежные и вот такие вот коннектор то есть я избавлюсь вот этот вот этой цилиндрической уплотнение так скажем буду ставить только на вот такие ёршики ну и в общем сейчас когда что получится постараемся снять как это все работает ну вот на этом все всем пока